Игорь Сергеевич, в пятницу комиссия по допуску приняла решение о переносе будущей игры в Саранск. С чем это связано? Да, действительно, к нам в пятницу приходила достаточно большая комиссия, где были представители РФС, РФПЛ. Достаточно долго, более двух часов они изучали состояние нашего поля, оценили его основные характеристики. Наше поле могло принимать матчи туров РФПЛ. Вместе с тем решение было принято о переносе матча в Саранск не в пятницу, как вы сказали, а в понедельник. И на это решение, я так думаю, в большей степени и в большей мере повлияло прогноз погоды, который уважаемая комиссия смотрела на эту неделю. Но внешнее поле выглядит совершенно замечательно. В чем же все-таки причина? Да, благодаря работе сотрудников металлурга внешнее поле выглядит, я думаю, одно из самых неплохих мест в Самарской области. Вместе с тем по дренажной системе я сам видел многочисленные заявления о ней, но это не совсем так. Помимо дренажной системы есть дерновой слой. Именно он делает так называемый глиняный замок, в результате чего при внешнем благоприятном состоянии газона он не дает влаге быстро впитываться в эту дренажную систему и не дает отходить влаге. В результате чего наше поле не соответствует неким стандартам, которые предъявляет сейчас современный футбол. Мы все видели матчи с «Динамо», матчи с «Амкаром». Поэтому, скорее всего, комиссия не хотела повторения данной ситуации. А какая компания сейчас занимается обслуживанием поля? После упомянутых мною матчей, так называемых болотных матчей с «Амкаром», мы приняли решение сами заниматься газоном. Сразу после встречи с «Амкаром» мы начали готовить поле к весне. Были проведены достаточно большие емкие работы. Все, что мы смогли сделать, мы сделали. И вы видите, как внешнее поле выглядит. Вместе с тем, вот этот глиняный замок или глиняный капкан не позволяет траве, которая выросла, корневой ее системы, укрепляться на достаточном уровне, чтобы поле было неподвижным. Вот, поэтому у нас есть некие проблемы. Сейчас с данной кампанией у нас идет досудебное решение. Мы пытаемся обсудить ряд вещей, ряд компенсаций. К чему это выйдет, мы посмотрим в конце марта. Ну а что же все-таки делать болельщикам, которые хотят поддержать команду? Ну, прежде всего, мы, сотрудники Крыльев Советов, не слагаем с себя вины за состояние этого поля и просим извинения за то, что мы не смогли сделать, то есть с объективной стороны. В свою очередь, по той же программе, как и предыдущий матч, мы обеспечим всех владельцев абонементов бесплатными автобусами. Мы предоставим и платные автобусы для любителей футбола, кто захочет посмотреть эту команду. Еще раз хочу сказать, что мы прекрасно понимаем, что клуб играет для болельщиков, а не для себя. Поэтому, хоть ситуация непростая и некрасивая, мы сделаем все, чтобы помочь болельщику насладиться футболом и получить возможность увидеть такую команду, как «Зенит». А выход все-таки есть из сложившейся ситуации? Каковы перспективы поля «Металлурга»? Ну, выход есть всегда. Мы все прекрасно знаем, что чемпионату мира по футболу в Самаре строится прекрасный стадион, где и будет хорошее современное основное поле для команды, а также тренировочные площадки. Но надо доигрывать этот сезон, поэтому в летний период руководство клуба продумает. Вариативность решений есть, начиная от постепенного полной смены дерна и заканчивая сменой поля на какое-то иное. Продолжение следует...